Всем привет! Вы на канале Мари Вяжет и я начинаю свой новый видео обзорчик. Начнем мы с моей такой покупки классной. Посмотрите, мне приехала лаванда с лавандовой фермы из Крыма. Вы не представляете, как она пахнет! Это сбор этого года. Заказала я ее на Вальперисе для фото. Вот посмотрите, какая красота. Да, вот здесь мои игрушечки стоят некоторые, которые есть в наличии. И напитываются ароматом лаванды. Это что там? Также вот только что заходила на Вальперис и забрала можжевельник. Короче, в комнате у нас ароматы вообще. Лаванда, можжевельник, если бы вы знали, как они пахнут. Просто через этот пакет аромат на всю комнату. Здесь есть 30 штук. Если кому-то нужно, я отправлю ссылочку на этот магазин. В этом магазине можно заказывать также не только на Вальперисе, но еще у них есть магазин в Инстаграм. Ну, честно, я заказала на пробу, не ожидала. Очень красивые, качественные бусины. Прям вообще, это мне для новых моих проектов. Вот. Ну, я просто хотела посмотреть на пробу. Но у меня есть, скажем так, такая новость. Я сделала огромный заказ прямиком из Крыма настоящего можжевельника. грызуночков, различных бусин. Короче, не только эти бусины, но еще и приедет ко мне просто большущий заказ. Обязательно потом буду все показывать. Решила сразу переместиться сюда и показать, почему я заказывала дерево. Я уже в предыдущем видео говорила про это. У меня такое ноу-хау. Я теперь делаю наборы для самых маленьких. И это грызуночки. Это настоящий бук. Грызуночки. Вот это ребенок может брать в руку для моторики. То есть вот эти бусины перебирать. Также их можно брать в рот. Но это бук. А я заказала можжевельник. Можжевельник это дико просто полезное дерево. Это вообще как бы очень полезно, когда у малыша режутся зубки. Поэтому я решила в своих наборах использовать не только бук, но и можжевельник. Для этого я его и заказала. Ну и теперь давайте буду показывать немножко на виночек своих пару. Смотрите, у меня такая новая погремушка в наличии. Вот. Сделала такую я ее к жирафику наборчиком. Я выкладывала видео-стори с этой погремушкой. Вот посмотрите, как она сделана. Это мастер-класс. Платный мастер-класс. Happy News by Крис. Вот посмотрите. Вот такая погремушка. Вот как она гремит. Все, кто мне писали, я всем отправляла ссылочки на гремелки в погремушке, на кольца в погремушке. Пожалуйста. Если кому-то еще будет интересно, спрашивайте. Видите, как у меня даже не болтается. Я так очень крепко пришиваю. Здесь у меня не используется никакие, ни клей. Это чисто иголочка с ниточкой. Вот такая красота. Вот следующее, что хочу показать. Это мои новые малыши. Мишутки. Посмотрите, я уже вязала. Такого мишку в кофточке и ни одного. Этих я решила связать немножко в другой одежде. Все это тоже платный мастер-класс. Happy News by Крис. И мишка, и одежда. Вот, посмотрите, это девочка. Я ее сделала для наборчика. Как раз с грызуночком и с носочками, да, которые я предлагаю к продаже. А это такой вот... Сейчас мы ее поставим. Так. А это вот такой замечательный мальчик. Посмотрите, он у меня тоже в наличии. Просто он связан отдельно. Высота этих мишек 20 сантиметров. Ну, может быть, 21 будет. Видите, как-то вот девочка помельче немножко получилась. Не знаю, с чем это связано. Крючок один и тот же. Но посмотрите, как отличаются мордочки. Вот это говорит о том, что каждый раз, когда ты делаешь, работаешь, вяжешь, у тебя все равно каждая игрушка, она живая, если ты вкладываешь в нее душу. И вот мордочки абсолютно разные у этих мишек. Вот, посмотрите, какие прекрасные мишутки. Это мое наличие нынешних мишек. Вот, если кто-то хочет такого мишку с наборчиком, с носочками, с грызуночком, пишите, пожалуйста. Набором тоже все дополняю, комбинирую. Также этого мишку тоже можно купить отдельно, без набора. Поэтому вот такая красота. Все, уже каштаны какие-то вообще сухие под окном, которые у нас растут. Все, уже такое ощущение, что вот-вот придет осень. Девочки, жара у нас, кошмар творится, что в городе вообще невыносимо. Нечем дышать. Вязать тоже невозможно, потому что в руках потеет пряжа. Смотрите, вообще ни одной точки. Я уже вышла на основную работу. Как я устала за несколько дней. Это какой-то кошмар. Но вязать надо, готовиться к млыну надо. Тем более это мое желание. Я это люблю. Поэтому вот такая сухость уже начинается вокруг. Листья высыхают. Посмотрите, что у меня делается. Всем привет! Я сегодня выложила фото своих носочков. Здесь не только носочки, здесь также еще и варежки. Вообще я кайфую от того, что делаю. Честно, вообще не знаю, как все совмещать. Абсолютно не хочу ходить на работу. Мне очень нравится заниматься тем, чем я занимаюсь. Вязанием. Единственная моя радость на работе – это дети. Потому что детей я люблю. Вот. Эта вот работа с детьми меня действительно радует и вдохновляет. Все остальное не хочу. Вот. Давайте покажу вам, что я тут навязала. Посмотрите, какая милота. Это такие носочки, которые я предлагаю к своим боксикам. Я уже, видите, как готовлюсь, готовлюсь к ярмаркам. Ну и не только. У меня это все можно купить в наличии. Вот. Но если, конечно, у меня попросят связать такие носочки или там забрать из наличия, я, конечно же, их продам. Но вообще мне бы хотелось все-таки в наборчиках, чтобы у меня их покупали, потому что больше у меня цель эти носочки использовать в бэби-боксах как дополнение. Вот. Поэтому так уж прям отдельно продавать эти носочки и вязать это не очень выгодно. Ну вот продаю я такую пару носочков за 15 рублей. с учетом того, что моток пряжи стоит недешево. Это у меня, кстати, спрашивали. Я вяжу из Газал Бэби Вулл Эксель. Вы можете, естественно, посмотреть, сколько стоит один моточек такой пряжи. Вязальчики, я думаю, в курсе. Это очень недешевая, небюджетная пряжа. Посмотрите, она даже так переливается. Это шерсть. Не стопроцентная. Там я не помню, какой состав точно. Ну, посмотрите. Ну, там просто изумительный состав. Они очень мягкие. Эти носочки связаны крючком. Я уже говорила о том, что... Мне спрашивали. Это бесплатный мастер-класс на YouTube-канале. Вот. Смотрите. Вот эти вот пары. И вот серенькая. Эти носочки. Вот 5 пар сантиметра... 10 сантиметров здесь подошва. От 3 до 6 месяцев на малыша. И вот я связала 3 маленьких таких парочки. Это вообще 8 сантиметров подошва. Прямо от рождения до 3 месяцев. И вы обратите внимание, какие у меня теперь стильные бирки. Вот такие вот киты. Милота. Заказывала на Вальберисе. Очень довольна. Очень мне нравится. Вот такая вот красота у меня навязалась. Сейчас давайте вам еще все-таки покажу... Покажу вам только один комплектик. Посмотрите. Больше показывать не буду. Я сейчас прям вообще в ударе. Я вяжу вот эти варежки на ярмарку. Млын. К осени. И я решила вам все-таки одну пару на ютубе показать. Не сдерживается у меня. Не могу сдержаться, короче. Вот посмотрите, какие бирки тоже классные. Заказала для варежек. Вот такие варежки. Посмотрите. Жара хоть и невыносимая. Очень теплая. Это из Ализе Лана Голд связаны. Вот посмотрите, какие классные, очень стильные варежки. На второй варежке сердечка нету. Это варежки связаны по платному мастер-классу Марии Кинсли. Поэтому, пожалуйста, пишите Марии Кинсли и покупайте мастер-класс ее на варежке. Не спрашивайте у меня по поводу МК. Просто такой вот акцентик. Все мои МК есть на моем ютуб-канале, которые существуют в доступе. Есть МК также платный на кошечку Глашу, который вы можете приобрести, написав мне. Пожалуй, в основном это все, что я могу сейчас предложить. Ну, МК свои у меня пока времени писать нету. Поэтому я понимаю, что где многие пишут, спрашивают, будет ли МК на какую-либо игрушку. Я в основном сама покупаю большое количество МК у авторов. То есть я не распространяю, еще раз скажу, пакцент сделаю на этом, потому что поступали вопросы. Я не распространяю чужие мастер-классы, я их не дарю. Я их приобретаю, сохраняю у себя, распечатываю и активно по ним вяжу и продаю. Поэтому у меня по поводу приобретения МК чужого автора можете не спрашивать. Я это делать не буду. Всем привет! У меня выходной сегодня и я работаю. Вот, посмотрите, вяжется еще одна варежка. У меня уже, кстати, это четвертая пара. Вот одну практически связала. Вот, видите, вот пряжа. Такой цвет будет, не знаю. Может, кому-нибудь понравится. Вот, я вообще показываю свои процессы, вот вязание на ютубе, потому что, честно, я была не так давно шокирована такой информацией. Хочу немножко с вами поделиться. Вот, кстати, вторая. Второй пальчик для варежки. Мне часто задают вопрос, как ты все успеваешь, как ты то, как ты это. Я вам скажу так. Если тебе нравится твое дело, ты это будешь делать в любой свободную минуту. Поэтому я кайфую от вязания, от того, что я делаю, от того, что мне это покупают. Кто-то кому-то дарит. Вот, кстати, забыла еще сказать. Я такая счастливая. У меня забрали мои две оставшиеся последние сумочки. Вот, я очень рада, что они не будут лежать и пылиться до следующего лета, потому что это больше летний вариант. У меня забрали обе. Вот, поэтому пользуйтесь с удовольствием. Кто купил, я очень рада. Купили по акционной цене. Я просто даже уже скидку сделала специально, чтобы у меня только люди забрали. Вот, так вот, немножко отошла от темы. Я недавно узнала такую вещь, что у нас, оказывается, почему-то у меня часто спрашивают, как ты успеваешь. Такое ощущение, что люди не верят, да. Вот, кстати, крючок. Вот, действительно, я сижу, это вяжу, смотрю в телефоне мастер-класс и вяжу. То есть, ну, как бы никакой выдумки здесь нет. Что якобы там, оказывается, мастера, которые себя называют мастерами, покупают готовые изделия других мастеров на Алиэкспресс и продают их. Слушайте, я в шоке. Когда я это узнала, я просто, вот, мягко говоря, я офигела. Слушайте, ну, это вообще-то позорище. Я вообще этого, ну, я никогда этого не знала, я не вникала в это. Оказывается, и на Млыни такие мастера есть, которые приезжают с Алиэкспресса с купленными какими-то ручными работами. Послушайте, я вообще, в магазинах ручной работы выставляются. Это кошмар, это позор просто этим людям. Это стыд и позор. Как бы, да, у меня просто так спрашивают, вот, аккуратненько получается как-то это. Потому что, как бы, я работаю, совершенствуюсь, мне это нравится, я получаю от этого удовольствие. Я это делаю сама, вот, видите? Ну, то есть, вы можете зайти, кстати, на мой канал, полистать, найти мастер-класс и посмотреть видео, которое я записываю, где я вяжу сама, понимаете? Но когда мне рассказывают про людей, которые просто покупают и перепродают, спекулянты. Ну, обыкновенным словом, спекулянты. Слушайте, ну, это уже все. А еще самое ужасное, если ты просто закупил у кого-то, например, я могу тоже отвезти свои игрушки в магазин, и их будут продавать под моим именем, что я автор этих работ. Это одно. Но когда люди покупают эти игрушки и продают их под своим именем, и всем рассказывают, как они это вяжут, или как они это шьют, или там выпиливают из дерева, слушайте, ну, это вообще ужас. Короче, варежки вяжу, работа кипит. Хоть и жарко, даже выходной, все равно ходишь в магазин. Вот, заходила на Вальберис, забирала еще свой заказ. Мне, кстати, там должна приехать корзинка такая для фото. Я заказала себе корзинку, чтобы фотографировать красиво свои игрушки. Короче, чего только не сделаешь ради фото. И лаванда, и корзинка, и все на свете. Смотрите, вот такие классные бирочки, да. Заказала еще набор этих бирочек, 10 штук, вот хендмейт, 9 рублей. То есть там 9 с хвостиком. Это вообще цена подарок, честно. Это цена подарок, очень хороший силикон, качественный. Очень классные бирки. Это я заказала и для варежек. И вот еще с моего магазинчика, тоже, который мне очень нравится. Из России приехала. Приехали мне бусинки из Бука. Тоже такие вот классные. Это не можжевельник, это вот Бук. 14 мм я заказывала. И 12 мм. Вот такой заказик забрала. Короче, все, работа кипит. Процесс идет. Самое главное, сумки забрали, то, что я хотела продать. Все, все остальное ерунда. Завтра понедельник, завтра опять на работу, к детям. Ну и что? Как-нибудь, пока как-нибудь. Там будет дальше видно. Вот. В планах у меня сейчас начинать двух зайчиков в бане по мастер-классу Марии Кинсли. Тоже хочу их сделать для млына. Ну и работать, работать, работать. И, кстати, я купила мастер-класс у Марии Кинсли на ее последнего оленя. Которого она вот-вот недавно выпустила. Я просто сразу же его схватила. Переводила любыми возможными способами деньги. Вот. Ну, через бусте купила его. Очень классный мастер-класс. Просто огонь. На этих оленей. Тоже буду их вязать. Все. Всем спасибо за просмотр. Представьте лайки. Подписывайтесь на мой канал Мария Вяжет. Пишите комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...